Лазерсон Сегодня я покажу вам своего любимого морского гада, который называется кальмар. Я очень люблю возиться с кальмарами. Я думаю, что вам понравится тот подход, который сегодня я вам покажу. Это мой личный подход. Это не коммерческий подход, я бы сказал, к приготовлению кальмаров. Поэтому сейчас я покажу вам две версии одного салата. Салата из кальмаров. А вот еще один главный герой технический – это чайник. Вот без этого чайника мне сегодня обойтись будет крайне тяжело. Пусть для вас пока это остается загадкой. Причем здесь чайник. А я пока отправлюсь за кальмар. Вот кальмар. Замороженный кальмар. Я совершенно не переживаю по поводу того, что он замороженный, потому что я умею его готовить. Поэтому я его сделаю нежнейшим и мягчайшим. Я люблю покупать кальмар вот такого, который не очищен. Он еще немного приморожен, ну, хотя уже вот сравнительно нормально отошел. Обратите внимание, я его размораживал в холодильнике. То есть на холоде. Его не надо размораживать в воде. Его даже не надо размораживать при комнатной температуре. На холоде, в холодильнике. Тогда продукты размораживаются медленнее и лучше сохраняются. Я не буду сейчас вам рассказывать, почему это так. Значит, вот он, главный герой мой технический чайник. Я его включу. Он уже горячий, но сейчас он еще немножко подогреется. Вот такая у меня есть миска стеклянная. Я кальмаров немножко буду стряхивать с него лед, с них лед. Отправлю в эту миску. Ну, и теперь я, смотрите, что сделаю. Посмотрите, как ведут себя кальмары. Туда, где попадает кипяток, кальмар самоочищается. Кожица сворачивается. И они самоочищаются. Вот это первый этап приготовления салата из кальмаров. Ну что ж, я опять набираю чайник. И я снова нагреваю чайник. А кальмаров я сейчас буду стирать. Вот как белье стирают, я сейчас буду их стирать. Смотрите. Вот я достаю кальмар. Включаю воду. И вот так вот, как белье, полощу. Я убираю остатки свернувшейся кожи. Вот. Я буду класть уже их, соответственно, в другую миску. Сейчас я кипяток солью только. Вот это я называю процесс стирания кальмаров. Заодно я их осуждаю. Не осуждаю, а, так сказать, охлаждаю. Я заодно их охлаждаю. Они уже схватились кипятком. И немножко уже, так сказать, стали плотнее. Вот я их вот так вот тру в ладонях. Прямо как белье. Такой массаж своеобразный. Вот. Эта миска мне понадобится. Теперь будет процесс не совсем приятный. Ну что, теперь я беру каждого кальмара. Какие-то остатки кожи меня не пугают совершенно. Я разрезаю кальмара. Я могу разрезать явно пополам. И смотрите, я убираю хитиновую пластинку. Вот она. И если будут остатки внутренностей, вот еще кусочек хитиновой пластинки. Если будут остатки внутренностей, я буду их тоже убирать. Вот я получаю сейчас чистое, собственно говоря, филе кальмара. То есть я сейчас должен немножко их дочистить. Потому что из них внутренности удалены не до конца. Вот. Я немножко убираю внутренности. И у меня получается чистое филе кальмара. Вот здесь, видите, не очистилась кожица. Не страшно. Все будет нормально. Вот хитиновая пластинка. Вот уже у меня проще теперь будет с кальмарами обходиться. Это хвосты. Их не надо дополнительно обрабатывать. Это тоже. И вот еще один большой целенький кальмар. Вот здесь есть какие-то остатки. Вот и нести опять же мощная хитиновая пластинка была в этом кальмаре. Сейчас я уберу очистки. Кальмаров я снова промою. Я просто их промою. Холодной водой. И вот они у меня опять пока будут находиться здесь. Досочку я сейчас быстренько сполосну тоже. Вот самая грязная работа, слава богу, сделана. Теперь я уже могу быть спокойней. И пока кальмары здесь, мой главный технический герой-чайник уже вовсю работает и нагревает мне вторую партию кипятка, вторую партию воды. Я тем временем отправлюсь в холодильник. Вот из овощного ящика, из зоны свежести огурцы. Огурцы я их сполосну. И я огурцы спокойненько почищу пока. Как вы понимаете, огурцы будут являться ингредиентом для салата. Я их почищу полностью от кожицы, потому что у этих огурцов кожица грубовата на сегодня. Поэтому я уберу ее полностью. А водичка тем временем закипает, вторая вода. Обратите внимание, что я в соответствии со своей секретной технологией, которую я вам сегодня от души отдаю, преподношу вам, заливал эти кальмары кипятком всего пока только один раз. И моя цель была их почистить. Как могу. Потом я их почистил от кожицы, потом убрал остатки внутренностей, хитиновые пластинки. Получил уже чистое кальмаровое филе. Вот вода закипела второй раз. И я второй раз заливаю кальмары кипятком. Сейчас моя цель тоже еще немножко кальмары дочистить. И теперь уже идет процесс их приготовления. Потому что варить их я вообще сегодня не буду. Кальмары варить не надо. Надо работать с ними так, как работаю я. Третья партия воды. Третья партия воды снова будет закипать. Вода насыщена воздухом, поэтому она сейчас такой кажется белой. Чайник стеклянный, поэтому кажется, что это молоко. Но через некоторое время воздух из воды выходит, и уже эта вода похожа на воду. Вот прошло какое-то время, может быть, минута, и я снова эту воду выливаю. И снова под кальмаров немножко пополощу, как белье. Вот так, как будто я стираю. Что-то стираю, в общем. Не буду говорить, что. Субтитры сделал DimaTorzok Вот кальмары второй раз ошпарены. Я дочищаю огурец. Мне нужно будет вот так половинка еще. Я дочищаю огурчик. Теперь я огурец разрезаю вдоль пополам. И в некотором роде освобожу его немного от семян, потому что они слишком много жидкости дают. Семена. Вот я ложкой уберу сердцевинку. Так, я убираю из огурцов сердцевинку. Ну, можно маску сделать для лица из этого. Я не буду. Я вчера делать сегодня уже не буду. Вот огурцы. Я сейчас, смотрите-ка, их посолю немножко. Присолю. Пусть они еще у меня полежат на салфетке, чтобы с них немножко стек сок. Мне надо, чтобы они не слишком мне разжижали салат. Я вот так сейчас сделаю салфеткой. Вот так я положу огурцы, чтобы немножко стекал сок с них. Теперь я достану маринованные огурцы. Маленькие огурчики, корнишоны. А я сейчас вот так их, такими маленькими пластиночками, почти вдоль нарежу. Как ингредиент для салата. Я думаю, что вот этого количества мне будет достаточно. Огурцы. Я сразу возьму две миски. Поскольку салатов у меня будет два сегодня, тогда я сразу буду в две миски бросать какие-то продукты. Вот огурцы. Чайник закипает в третий раз. Кальмары мои ждут своего часа. Я возьму сейчас еще два продукта. Я возьму зеленый лук и возьму кинзу. Я все это помою, естественно. Уберу немножко песочек, который здесь может быть. Вот так вот надо потрясти, чтобы убрать лишнюю влагу. Даже, естественно, положить на полотенце. Внимание! Третий кипяток. Третий раз заливаю кальмаров кипятком. Это уже опять элемент варки. Без плиты. Вот почему я сказал сегодня, что у меня чайник. Главный такой технический ингредиент салата. Все, чайник больше не нужен. Опять жду примерно минуту. Кинзу я сейчас крупно нарежу. Вот без корешков, естественно. Здесь будет такая восточная у меня немножко нотка. Такая юго-восточная Азия нотка. Я люблю кухни, которую сейчас называют одним словом паназиатская кухня. И поэтому вот тут будет такая восточность. Значит, вот смотрите, кинза в одну миску и кинза в другую миску. Которая еще пуста, это еще первый ингредиент. То есть я напомню, что я готовлю два варианта салата из кальмаров. Два варианта. Поэтому у меня будет две миски. Вот минута примерно прошла. Я опять пошел полоскать. Опять буду полоскать кальмаров. Я сливаю кипяток. И опять их буду полоскать. Они остывают, чтобы они не перенагревались. И еще, может быть, какие-то остатки кожицы с них я убираю. И общее такое. Все. Кальмары наконец-то готовы. Они уже, как говорили в том фильме, дошли до кондиции. Значит, зеленый лук. Зеленый лук я нарезаю и отправляю в обе миски. В одну и в другую. Главное, не запутайтесь, друзья. Вот такие у нас сегодня кальмаровые пироги. Ну что ж, теперь на доске я резал лук, зелень. Она у меня чистая. Я буду нарезать кальмаров. Вот, например, соломкой. Я буду не очень длинную соломку делать. Они уже готовы. Обратите внимание, что я их не варил. Но зато они нежнейшие сейчас. Вот такая сейчас у меня будет соломка. Надо регулировать длину соломки так, чтобы было удобно человеку есть. Чтобы она не была слишком длинной. И не была слишком короткой. Потому что, ну, короткая соломка на вилке не будет удерживаться. Это надо все принимать во внимание. Вот такие мелочи, казалось бы, надо всегда думать о том, чтобы человеку это было удобно есть. Удобно есть. Не только, чтобы тебе было удобно готовить. Что понятно. Чтобы еще было удобно есть. Вот. Вот это будет одна часть, так сказать, один кальмаровый салат. И второй. Кальмары достаточно удобно нарезаются. Это приятный процесс. Когда они уже обработаны, когда они вычищены, то здесь уже все чистенько, все хорошо. Это быстро происходит. Даже потому, как они режутся, видно, что они нежнейшие сейчас. Ну, вы понимаете, что, друзья, что всякий салат – это заправка. Вот мы сейчас будем готовить. Мы будем заправлять эти салаты разными совершенно вещами. В этих мисках я вам пока расскажу сейчас, что есть. Вот в этой миске есть соленые огурчики, маринованные огурчики, кинза, зеленый лук и кальмары. А здесь просто кинза и зеленый лук и кальмары. То есть нет маринованных огурчиков. Я уже дорежу сейчас все кальмары, потому что продукт хороший. Хвосты тоже нормальные абсолютно. Вот это как раз сейчас остались такие хвостовые плавники. Они абсолютно хорошие. Есть. Огурец, помните, у меня стекал сок из огурцов. Я сейчас даже так еще немного, прямо бумажная салфетка, его протру. Огурчики протру, чтобы они максимально были обезвожены. Промокну их хорошенько. Они были чуть-чуть присолены для того, чтобы из них лучше ушла вода. Вот так. И сейчас я их нарежу вот так. Тоже вот такой вот полус... Как креветки они, похоже, по форме, как креветочка. Я эти огурчики добавлю тоже в обе версии салата. Вот так. Ну что ж, теперь примемся за первую заправку. Для одного салата я заправку буду готовить отдельно. Я возьму для этого сейчас вот что. Два вот таких ингредиента. Майонез и кетчуп. Ну, а не надо думать, что майонез такой уж банальный, плебейский продукт. Сейчас к майонезу отношение какое-то плохое, но навряд ли нужно так уж кривить губы по отношению к этому продукту. Я возьму его сейчас совсем немного. Это соус по своей сути, а майонез это соус. Это по своей сути соус очень хороший, грамотный и правильный. Поэтому не надо так уж кривиться по поводу майонеза, поскольку он время от времени абсолютно нормальный продукт. И в какую-то еду он очень хорошо вписывается. Посмотрите, как он хорошо вписывается в сегодняшнюю еду. Я возьму сейчас немного майонеза и немного кетчупа. Майонеза больше, кетчупа меньше. Так, чтобы у меня получился присмешивание такой вот розовый соус. Вот такой розовый соус. Даже еще немного кетчупа возьму, чтобы он был чуть-чуть еще более розовый. Теперь я возьму чеснок. Я возьму зубчик чеснока. И натру его на терке. Обрежу только вот эти попки. На меленькой терочке. Вот смотрите, сколько у меня получилось чеснока. Я даже не весь возьму, только его часть. Есть чеснок. И самый аромат мне сейчас, знаете, кто даст? Мне самый аромат даст кунжутное масло. Вот это будет очень вкусный соус. Просто-напросто вкусный соус. Такого восточного, дальневосточного типа. И капельку сои. Капельку соевого соуса. Поверьте мне, это очень вкусный соус получается. Несмотря на то, что здесь вроде бы два основных продукта весьма банальны. Майонез и кетчуп. Я сейчас смешаю всю эту историю. И вот так. Видите, майонеза было не так много здесь. Вот я перемешиваю салат из кальмаров. Это одна версия. Один вариант салата. В другой версии заправка будет попроще. Посмотрите, я дам сюда... Ничего смешивать не буду. Я прямо сюда буду наливать ингредиенты. Соевый соус. Раз. Кунжутное масло. То же самое кунжутное масло. Два. То есть, эта версия будет без майонеза. Это для тех, кто все-таки к майонезу относится плохо. Кунжутное масло. А вот эта штуковина называется сладкий соус чили. Он продается в разных вариациях в бутылках. Сладкий чили. То есть, он со стринкой, но сладенький. Это такой тайский, я бы сказал, соус. Вот оттуда пришедший. Вот. Он такой блестящий, потому что в нем есть крахмал. Он такой очень приятный на вкус. Еще капельку хочу кунжутного масла. Мне показалось, что мало. И... Этот салат, видите, не майонезный. Он блестященький. За счет сладкого соуса чили. Видите, ингредиенты почти одни и те же. Вот здесь есть маринованный огурчик в майонезной версии. А здесь маринованного огурчика нет, потому что я считаю, что он лишний. Поскольку это такая тоже тайская тема. И оно в тайской теме, там, как вы понимаете, майонеза быть не может. И соленых огурцов тоже маринованных. Потому что для Таиланда маринованные огурцы – это нонсенс. Ну, я сейчас разве что теперь эти два салатика выложу как-то для, так сказать, подачи. Ну, у меня нет одинаковых мисок, я возьму разные. Вот этот блестящий я хочу положить в большую миску. Вот он хорошо смотрится, он именно блестит. А вот этот уже матовый майонезный салат я положу в меньшую миску. Ну, и мне, конечно, хочется еще немного их чем-то посыпать. И, конечно же, я их посыплю смесью кунжутов. Потому что кунжут, жареный кунжут, смесь черного и светлого кунжута, он хорошо, так сказать, ляжет на обе версии этих салатов. И я возьму, как я уже сказал, вот смесь, видите, черного и светлого кунжута. И вот так вот, вот так вот салатики посыплю. Черный цвет на обоих салатах хорошо будет играть. Вот так. Ну, вот вы видите, что передо мной стоят два салата из одного того же продукта, из кальмара. Я сделал их немножко по-разному. В частности, поиграл с соусами и с некоторыми ингредиентами. Абсолютно простой салат. И самое главное, что я хотел сегодня до вас донести, это способ тепловой обработки кальмаров. Потому что он гуманный и очень бережный по отношению к этому нежному морепродукту. Две версии салатов, потому что я хотел угодить тем, кто любит майонез, и тем, кто майонез не любит. И тем самым я подтвердил известное восточное выражение о том, что кулинария – это искусство компромисса. Субтитры создавал DimaTorzok